На днях в вертолетном клубе «Аэросоюз», который располагается в спортивном парке Волин, произошел силовой захват территории клуба. Как сообщили представители «Аэросоюза», это была рейдерская атака на сеть частных вертолетных клубов, работающих под брендом «Аэросоюз». Основатель и бывший генеральный директор «Аэросоюза» Александр Климчук в соцсетях пишет, что в Яхроме, где располагается главный офис вертолетной сети, приехали неизвестные, захватили помещение и оборудование в стиле бандитских 90-х. Затем выгнали сотрудников и разместили вот такие вот плакаты о банкротстве Климчука и назначении финансового управляющего данным имуществом вертолетного предпринимателя. Здравствуйте, это Дмитровское телевидение. А есть представитель администрации здесь вашей? Мне нужен человек, который может прокомментировать сейчас ситуацию с клубом. В данный момент нет никого. Никого нет, да? Держите. Понятно. Спасибо. Нас новая охрана клуба на территорию не пустила, но позднее оставшиеся на территории клуба сотрудники «Аэросоюза» провели нас в клуб, чтобы дать комментарий о происходящем. Вчера к нам, можно сказать, ворвалась группа лиц, совершенно неожиданно, без предупреждения какого-либо. Вооруженных? Нет, не вооруженных, слава богу. Приехали на территорию, они попали, попросив покатать их, они заявили о том, что они проявили интерес, хотят покататься, им интересна вертолетная тематика. Однако, уже попав в здание, соответственно, в вертолетный клуб, они заявили о том, что это теперь наш новый финансовый управляющий, что организация перешла под управление другого совершенной лица, и что руководитель наш не имеет более никаких полномочий. В эти же дни еще два представительства Аэросоюза на МКАДе, Аэросоюз Гринвуд и Аэросоюз Ясенева, пытались захватить неизвестные. Вернее, кто стоит за приходом частных охранных предприятий на территорию вертолетных клубов, указал основатель Аэросоюза Александр Климчук. Так вот, предприниматель указывает на своего бывшего партнера, а ныне главного недоброжелателя Александра Хрусталева, владельца компании «Хелепорты России». В прошлом году компания «Хелепорты России» попала под пристальное внимание правоохранительных органов, и тогда Хрусталев связал проверки и обыски в своих офисах с незаконной конкуренцией со стороны компании «Аэросоюз», также осуществляющей пассажирские перевозки на вертолетах. «У нас 50-процентная доля рынка, а у них 2%, поэтому Александр Климчук и пишет постоянное обращение в правоохранительные органы», заявил тогда Александр Хрусталев. В этот раз правоохранители пришли уже на территорию аэроклубов Александра Климчука. Мы вызвали полицию, поскольку люди находились здесь абсолютно незаконно. Все документы, которые были представлены, это решение суда арбитражного, причем оно было только в ксерокопии, без единой подписи, не заверенная ксерокопия никем, в общем-то, не документ. Охрану свою они оставили, ссылаясь на договор заключенный от имени региона «Инвеста», от имени одной из компаний, в интересах которых они действуют. Однако самое интересное, что, в общем-то, как раз именно эта компания к данному зданию, к данному имуществу не имеет вообще никакого отношения. Она зарегистрирована в Москве и, вероятно, находится там. Кстати, в начале октября этого года Сбербанк России подал в арбитражный суд Московской области иск о признании банкротом вертолетной компании «Аэросоюз». К деятельности «Аэросоюза» ранее были претензии и со стороны прокуратуры. В середине апреля этого года Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала в Двидровский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности вертолетной площадки «Гринвуд» компании «Аэросоюз». Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации вокруг этого вертолетного клуба.